друзья мы всем привет сегодня мы продолжаем работу над камином сегодня мы будем декорировать но перед тем как мы начнем его шпаклевать и красить я решил дополнить немножко данный камин вот в этом месте за гипсокартоном есть пустота чтобы эта пустота не пропадала в пустую я решил здесь вот сделать небольшое отверстие и сделать там полочку соответственно у нас будет камин с полочкой туда мы поместим бумбокс колонку для того чтобы там у нас создавался звуковой эффект тресканье дров здесь у нас будут лежать дрова также будут расположены гирлянды красного цвета внутреннюю часть камина мы обработаем красным цветом здесь нас полочку будет черным цветом весь камин будет белым но вот эти вот части где у нас естественно дерево мы оставим его естественным деревом поэтому сейчас нам нужно защитить это дерево наклей мы на него бумажный скотч и потом буду я делать вот это вот отверстие а это я подбирал кирпич какого размера я хотел данный кирпичик меня не устроил своим размером и поэтому я решил его делать сам буду делать с помощью скотча и шпаклевки размер будет ну где-то 15 сантиметров ширину и 6 сантиметров в высоту ну в общем как это будет выглядит я вам покажу позже пока начинаем и так с обратной стороны сделав отверстие мы закрепили верхний профиль теперь мы можем спокойно вырезать отверстие и уложить сюда и сюда листы гипсокартона такая вот ниша у нас здесь будет раньше можно вол туда засунуть видео магнитофон а сейчас мы будем туда засовывать какую-нибудь стереосистему для звуковых объектов в общем подшил я нижнюю верхнюю часть полочки для того чтобы было удобно крутить сверху и снизу я использовал такую вот угловую насадку нашу руповерт установил биту и с помощью этого можно было укрутить в очень недоступных местах в общем классная штука если у вас такая же проблема можете купить себе аналог либо такой вариант и использовать его так теперь когда мы все это закрутили теперь у нас вот такая вот полочка есть вот у нас камина вот у нас большая такая объемная полочка глубиной 30 сантиметров мы сейчас замажем все вот эти отверстия что саморезов вот эти вот все усилим углы наклеим сюда ленту и зашпаклюем наш камин в общем зашпакую с трех сторон заднюю сторону я думаю делать не будем низ как его сказал основание мы сейчас заклеим пропылесосим заклеим для того чтобы вот эти пыль грязь шпаклевка не попадала в поры и не портил нам деревянное основание такой вот заборчик мы хотим вот установить его вот здесь для того чтобы был такой эффект камина ну то есть как перегородочка чтобы дрова угли оттуда не сыпались в общем красиво будет выглядеть если такой цвет нас не устроит мы покрасим его в черный немножко обрежем потому что лишнее нам тоже не надо тут несколько вот пять штук из них нам нужна только одна но получается за одной штуки мы купили все пять возможно мы его используем где-то в другом месте но в общем сюда нам нужна только одна так также я просверлил отверстие вон там это будет у нас розетка потому что здесь у нас будет стоять оборудование которым нужна будет зарядка чтобы постоянно не снимать не не устанавливать обратно мы станем сразу там поставим все на зарядку на данном этапе я замазал углы замазал арку усилил все это вот армирующий бумагой такой вот сделал по наружке там сделал уже внутри сейчас еще сделаю внутри вот здесь в камине и потом уже пойду шпаклевать весь камин целиком и так продолжаем работу над проектом под кодовым названием камин вчера мы все зашпаклевали теперь у нас это выглядит вот так вот беленький камин чуть-чуть где-то кое-где подшкурить и потом будем мы наклеивать скотч скотч будем наклеивать тоненький для создания мир шовного пространства между кирпичами кирпичики будем делать из шпаклевки той же самой шпаклевки гипсовой что и делали вот это вот нанесение обратите внимание какая шикарная арка тут получилось просто блеск сам кайфует арки супер мне нравится для того чтобы сделать нам размер скотча нужного размера берем вот такие вот крестики устанавливаем вот так вот берем канцелярский нож положим на него и вот таким вот образом режем нарезаем скотч нужного размера кстати скотч у нас два с половиной сантиметр шириной удобен в том что мы можем сразу нарезать обе стороны вот таким образом сразу режем две стороны и тем самым экономим время нанесения скотча на поверхность не нравится шов небольшой это примерно где-то 7 миллиметров берем и вот пожалуйста такой вот небольшой скотч небольшой толщины который как раз нам подойдет чтобы создать шов нужного размера для удобства я сделал вот такой вот шаблон саму шаблон высотой 6 сантиметров вы можете сделать себе любой шаблон какой высоты вы захотите кирпичики я вот сделал вот такой ставим шаблон и опять прочертируем линию можно использовать лазер но на маленьких плоскостях это в принципе неудобно так как мы сейчас работаем от основания если у вас плоскости на то тогда у желательно использует лазерный нивелир кончики оставляем чтобы они были чуть запасом выходили для того чтобы можно было за них зацепиться с новым ставим шаблон и чертим ну в общем как так у нас получается есть ли плохо видно то это только потому что у нас стена свежезагрунтованная можно сказать еще не успела просохнуть поэтому скотч теряется здесь однофоне в общем нанесли горизонтальные швы скотчем теперь нам нужно определиться какого размера мы все-таки будем делать кирпичики я вот смотрю вот на этот шаблон мне вот этот размер пойдет вот такого раз в общем я буду делать здесь кирпичики сейчас пойду центр установлю из двух сторон по краям у нас будет 1 2 то же самое за то же самого скотча мы будем делать вертикальные разметочку ну что ж наклеили мы скотч пришлось использовать селфи-лампу потому что света мало и не очень удобно клеить в темноте в полумураке в общем света всегда должна быть достаточно иначе очень неприятно все линии у нас четкие ровные параллельные друг другу использовал шаблон при создании вот этих замах очертаний и сейчас переходим непосредственно к самому нанесению штукатурки на стену а а Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем наносить шпаклевку на стену, пока вот эту лицевую часть мы не закроем, а потом уже начнем оттирать скотч. Нанесли мы шпателем шпаклевку, а теперь придадим еще более такую фактуристую фактуру с помощью обычного целлофанового пакета. Берем, делаем вот так. Тем самым мы сглаживаем вот эти все гладкие и негладкие неровности и делаем все в однородной массе. Ну, получается так, декоративная шпаклевочка. Ну вот, в принципе, вроде везде зацепили, но и это еще не все. Берем вот такой вот шпатель пошире и не касаясь практически убираем то, что у нас торчало. Сглаживаем вот таким вот образом. Раз, раз. Можно было подождать еще чуть-чуть побольше, чтобы она поболее схватилась. И тогда было бы совсем другой эффект. Ну, в принципе, и нам и так нормально. Все, достаточно. Теперь удаление скотча. Сразу приготовьте коробочку, куда вы будете скидывать скотч, потому что скотч будет отдираться вместе со шпаклевкой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж, вот так вот выглядит наше очертание кирпичной кладки на камине. Все швы ровные, аккуратные, все кирпичики, кирпичики все одинаковые. Так, наклеиваем скотч, а потом берем шаблон. И чтобы у нас расстояние между просветом было одинаковое, вот так вот пускаем шаблон до скотча, он упирается в скотч и тертим полоску. То же самое вот так. И полоски у нас идут параллельно друг к другу относительно основания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, как сделать вертикальный шов? Смотрим сюда. Если у нас здесь маленький кирпич, соответственно, вот в этой части должен быть у нас большой. Ну, то есть как бы целым кирпичом должен быть. Находим центр данной конструкции и рисуем полоску. Вот так вот, да? Это у нас 16 с половиной. По этой ровной черте мы делаем скотч. Все, теперь мы уже имеем наш центр. На этом шаблоне я отметил центр. Видно? Вот. И теперь приставляем центр сюда и рисуем две полоски с этой стороны и с этой стороны. Так же переворачиваем и рисуем так же сверху. Скотч и наклеиваем. Вот вылечились у нас кирпичики. Здесь два больших, здесь по центру и тут вот поменьше. И, в общем, по всей вот этой высоте мы делаем одинаково. Симметрия, симметрия, симметрия. Д墨. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok